Несмотря на то, что в лагере отдыхало около 250 детей из разных стран, национальность здесь одна – дружба. Приднестровские ребята рассказывают, другие язык и культура не стали барьером в общении. Говорят, помогло совместное участие в конкурсах и посещении кружков, в том числе уроки сербского. Добрый день, я им 10 година, мне 10 лет и я вовом Сербии, я люблю Сербию. Впечатление, конечно, было незабываемое, люди вообще добрые, приятно с ними общаться, ну, я даже не ожидала, что будет так весело. Вообще шикарный, люди добрые, всегда помогают. Ездили на экскурсии, купались, отдыхали, все было очень хорошо. За это время не только мы полюбили Сербию, но и Сербия полюбила нас, признаются участники из Приднестровья. Приятным сюрпризом стало символическое признание нашей республики в школе дружбы. Когда утром все дети после завтрака шли на построение, была прогулка, и звучал гимн Сербии, России и Приднестровья. Мы все пели этот гимн и были очень счастливы. Правда, когда звучал гимн Приднестровья, все нашу республику признали там. Признали и то, что приднестровские ребята очень талантливые. Юный танцор Саша поразил всех брейк-дансом. Гимнастка Алина с акробатическим номером не только стала победительницей конкурса, но и любимицей публики. Егор же отличился творчеством мысли. Его маленький, но с глубоким смыслом рисунок стал символом школы дружбы. Я нарисовал флаг России, потом Белоруссии, Молдовы, Украины и Приднестровья, и написал «Мы едины». Вот, и подарил это депутату. Мальчик, который мне подарил этот рисунок, он из Приднестровья. Здесь русский флаг, украинский флаг, приднестровский флаг, сербский флаг и белорусский флаг. И вот, видите, мне кажется, как говорят устами младенца, глаголит истина. Это и есть суть всего, что здесь происходит. Экскурсии по многовековым монастырям и храмам Сербии рассказывают ребята словно путешествие по вехам истории, которую хранит в себе даже природа. Оттуда ребята привезли памятные сувениры, гигабайты фото и видео и незабываемые эмоции. Всем этим они намерены поделиться с родными и близкими. А с началом учебного года в школе будет организовано мероприятие, посвящённое сербской школе дружбы. Наталья Цыку, Павел Бажонко, Первый Приднестровский телеканал.